Товарищ генерал-лейтенант, товарищ депутат, чего нам ждать в ближайшее время и что нам сделать, что нужно сделать для фронта и для победы? Для фронта и для победы надо всем мобилизоваться, полностью, всему обществу. Сегодня на фронте, понятно, все говорят, стратегическая оборона, все крепко, нормально. Но ведь есть моменты, которые неоспоримы. Мы прекрасно понимаем, что, ну, поставили, начиналось сказок с бронежилетов. Потом пошло стрелковое оружие, боеприпасы, потом гаубицы, потом хаммерсы, сейчас патриоты. Следующие будут танки, аббросы, будут леопарды, без разницы, все равно все это будет. Будет все это. И, к сожалению, мы в этом вопросе догоняем и обороняемся. Мы ждем, когда что-то опять привезут и как с этим бороться. Вот так же получается? Вот так, к сожалению. То есть сегодня мы подходим к тому, что нужны реально какие-то упреждающие или привитивные удары. Именно там, где нас сегодня, наверное, не ждут. Сегодня первое, все-таки надо нам определиться с союзниками уже до конца. Кто с нами, кто против нас. Потому что у меня последние данные, что сейчас поступила партия большая китайских беспилотных летательных аппаратов, частных китайских компаний на Украину, через третьих странах пришли. Мы говорим про наши герания, сейчас гордимся, чтобы поражаемся. Недалек тот момент, когда они к нам прилетят с таким же успехом, в таком же количестве. Это все будет же, правда? Ну, так и развитие идет войны, от этого никуда не денешься. Все очень быстро учатся. Я еще когда-то 3-4 месяца назад сказал, что, вот, я понимаю, что, конечно, малоприятно, и все говорят, да что, как можно? Не надо сначала по Вашингтону, слишком далеко. Лондон рядом. Лондон рядом. Лондон рядом. Но ведь сегодня, если брать вот эту Европу, так называемую, то главный рассадник всей гадости, это именно Лондон. Если можно, вы серьезно говорите, что нужно ударить по Лондону? Я, если по-моему, гробче говорю, я не слышу. Серьезно ли вы говорите, что нужно ударить по Лондону? А вы серьезно считаете, что надо ударить по Москве? Они об этом серьезно рассуждают? Нет, это я слышал. Да, мы должны слушать, что надо ударить по Москве, а мы должны стесняться говорить о том, что мы должны ударить по Лондону? Нет, говорить или ударить? Ударить. Ударить. Все, спасибо, ладно. Именно ударить по Лондону. Это не самое главное, что именно будет Лондон. Весь город поразить, снести всех подряд. Нет. Это, опять же, критически важный объект. И пункты управления, военные базы, аэродромы. Я вас уверяю, каталог у нас в Генеральном штабе должен быть. Ну, точно должен быть. По-любому. И он постоянно, каждый год уточняется. И сейчас вопрос, наверное, не стоит. Вот там 3 миллиона отмобилизователей, еще сколько-то. Мы должны отмобилизовать столько, сколько наше промышленное в состоянии. Одеть, снарядить, дать технику, боеприпасы. Что там, где выпускали автомобили, там спокойно можно делать снаряды. Я вас умоляю. И ракеты, и все остальное. Были бы станки. Технологический процесс можно наладить. Можно? Я напомню, что мы даже в трамвайных депо Великой Отечественной войны делали гранаты. У каждого. Надо развязать военным руки. Дать им все, что им нужно для победы. Если им надо 3 миллиона человек, дайте им 3 миллиона человек.